Салют, друзья, на связи Сергей Корок, и я рад приветствовать вас на четвертом заключительном видео, посвященном граффити тематике. Сегодня у нас будет самая красота. Сегодня мы будем с вами отрисовывать наш скетч в цифровом формате. Для этого нам понадобится обычная мышь, ноутбук или компьютер, который потянет довольно-таки простую и легкую программку, и ничего более. Поэтому присаживайтесь поудобнее, мы будем начинать. Приятного просмотра, поехали! Так, ну что, вот мы перешли к четвертому уроку, заключительному. Здесь я вам покажу, как вам можно завекторить вашу граффити из того, что мы делали на предыдущих занятиях. Возьму тот же скетч, который я рисовал во втором уроке. Где у меня здесь рабочий стол? Делать я буду все в программе Painful Say. Ссылочка, где можно будет скачать, будет в описании. Вот, там же будет крякин. Что здесь мы можем сделать? Здесь мы можем отрисовать нашу каллиграфию, граффити. Просто обычной мышкой особо не напрягать. Открываем наш скетч. Далее нам нужно сделать этот слой более прозрачным, чтобы нам было видно чисто. Что мы тут делаем? Мы берем с вами инструмент Кривые. Берем пикселей так, чтобы нам было видно лайн. И нам нужно расставлять точки в тех местах, где нам это нужно. Чтобы убрать вот эту фигнюльку и сделать новую линию, мы нажимаем просто Escape и у нас отвязалось. Теперь мы проводим новую линию и уже у нас все более легче происходит. Все эти моменты с зажатой клавишей Ctrl мы можем с вами регулировать за точки. Если нам где-то не хватает точки, мы можем ее всегда добавить. И таким образом проводим везде линию. Есть инструмент Line. Это острая линия. Мы ее можем переключать именно на острых изгибах, чтобы нам сделать острую линию. Пока мы делаем ее плавной. Вот здесь нам нужно сделать острую, поэтому переключаем инструмент, берем острую, опять берем кривую и вводим сюда. Все окей. Линия готова. Мы ее теперь просто выравниваем. Выравнивать не обязательно прям точь-в-точь по контуру, но тут уже как хотите. Вот, я все же стараюсь максимально ровнее делать, приближенный к нашему скетчу. Опять берем инструмент кривую. Так. Довери. Так, здесь начало из центра. Сделал плохо. Берем инструмент Line. Сделали острую. И опять уводим ее вниз. Здесь у нас опять оструя точка. И нажимаем Escape. Смотрите, делайте так, чтобы у нас элемент заканчивался ровно в том элементе, где у нас он и начинался. Так. И теперь мы зажатой клавиши Ctrl ровняем, дергая за наши точки. Вы можете ее двигать вперед-назад. Тем самым наш контур будет выравниваться. Далее, сейчас мы дорисуем букву C. Я вам покажу еще одну фишку, как лучше все это делать. Если вам, кстати, не хватает какой-то точки, вы можете ее добавить без каких-либо проблем. Просто берете и тянете в том месте, где вам надо. Но все же старайтесь очень много точек не создавать. Также, чтобы наш скетч был довольно-таки качественным, нам желательно брать размеры побольше холста, чтобы мы могли внести какие-то правки. Так. Escape. Окей. Сделаем теперь вот этот элемент. Тут нам надо было сделать острую. Берем дальше кривую. Здесь у нас тоже острая линия. Кривая. И здесь тоже можно кривую. Escape. Чтобы сбить контур. И теперь мы его выравниваем. Также вы можете все это сделать в программе Adobe Illustrator, но она более сложная. И уже требует более крутых ресурсов вашего компьютера. А Paint Tools A это программа, которая пойдет на любой просто машине. Компьютере. Поэтому эта программа очень хорошая. Далее мы берем инструмент Pressure. Собственно, походу здесь написано неправильно. Так, у нас здесь вот съехал line. Немножко подровняем. Так. Что мы сделали? Мы сделали с вами буквы. Теперь нам нужно сделать засечки острыми. Нам нужно вот эти вот точки сделать более худыми. Поэтому мы их берем. И вот так вот этим инструментом сдвигаем. Обратите внимание на то, что мы просто берем точку и делаем ее либо вверх, либо вниз. Тем самым у нас точка в некоторых местах увеличивается, в некоторых местах уменьшается. Если вам, допустим, вот как здесь, сейчас нужно сделать так, чтобы точка не была здесь слишком тонкой, вы просто добавляете еще одну точку и делаете здесь ее более широкой. То же самое. Можете добавить здесь вот более толстую, а здесь добавить более широкую. Вы можете ее немножко вывести. Вот. Тем самым вы сделали засечку. Поздравляю вас. Так. Все. Таким образом мы сделали первую букву. И сейчас у нас будет дальнейший такой, скорее всего, более немножко ускоренный спидарт по процессу создания остальных букв. Так как все остальные буквы мы делаем тоже на основе этих же инструментов. Единственное, напрягает это переключение с кривых на лайн. Но вы можете их просто сделать на какие-то горячие клавиши, чтобы вам было легче все это делать. Не забываем об острых. Можно, кстати, делать всегда острыми, но тут кому как нравится. Мне нравится более работать с плавными линиями, поскольку с ними потом удобнее будет мне подстраивать под свой контур. Просто аккуратненько, быстренько отрисовываем. Ничего на самом деле сложного у вас возникнуть не должно. Этот способ хорош тем, что вам не нужен никакой графический планшет. Вы сможете это сделать полностью на своем компьютере. Обычной мышкой, без каких-либо проблем. Мне всегда это нравилось. Здесь это очень крутая программка, которая реально может сделать многое. Все эти точки можно тянуть, чтобы добавить, если вы где-то не добавили необходимого расстояния. Дальше у нас уже идет пободрее весь процесс. И поэтому тут самое главное привыкнуть к работе с этим инструментом. Escape. Новая кривая. Не бойтесь расставлять точки, расставляйте их во всех местах, где хотите. Потом вы можете все это подровнять. И все будет в итоге нормально. Но в то же время старайтесь сделать не так, как много. Потому что если вы наставите кучу точек, допустим, давайте сделаем вот так. То если вы будете двигать одну, у вас получается вот такая вот сопля. Это не есть хорошо. Поэтому по минимуму аккуратненько, лучше их потеребите. Попробуйте в разные стороны. Вверх-вниз. Влево-вправо. Возможно, точка встанет на свое место. И она будет отлично смотреться. Вот. Если она не встала, то старайтесь подровнять ее так, чтобы она выглядела, как вы ее запланировали до этого. Так. Сделали мы уже с вами букву R. Давайте отрисуем букву O. И потом мы уже в конце сделаем с вами заострение всех вот этих вот необходимых засечек. Давайте сделаем засечки. Скорее всего, до конца я векторить ее не буду. Поскольку мы ее уже и сделали и так в растре крутую. Вот. Но, чтобы вам показать процесс, в принципе, будет достаточно поменьше букв. Добавляйте просто точку пошире, а край заостряйте. И по необходимости вы можете его немножко сдвигать. Все, наши три буквы готовы. И, собственно, дальше мы можем с вами приступать к тому, что мы будем с вами закрашивать лайк. Что мы делаем? Мы берем с вами... Выбираем с вами волшебную палочку, выделяем наши буквы. Прыгаем на новый слой. И теперь мы можем его с вами залить. Мы можем залить его любым цветом. Допустим, это будет красный. Прячем этот слой под низ. И снимаем выделение с помощью вот этого вот инструмента и тыкая на пустое место. Все, мы залили с вами наш контур. Есть моменты, которые у нас не прокрасились. Мы можем взять обычный маркер. Взять поменьше толщину. И вот так вручную немножко подкрасить. Но наша задача, в принципе, выполнена. Дальше мы можем с вами взять и прорисовать какие-то элементы. Допустим, это тени, блики и прочие вещи. Как нам это делать? Мы берем те же самые инструменты. Допустим, вы хотите сделать блики, как и у меня на стилизации в латеринке. Сейчас мы с вами это сделаем без каких-либо особых усилий. Допустим, взяли мы. Создаем векторный слой опять новенький. Выбираем цвет, например, посветлее. Допустим, это у нас блики. Пусть это будет какой-нибудь бледно-красный, вот такой вот. Мы берем с вами кривые. И начинаем их с вами вот так вот рисовать. Окей. Берем опять прессор. И здесь мы их можем опять заострить. И здесь мы тоже с вами увеличиваем. И здесь заостряем. Смотрите, отличная вполне буква получилась. Снимем выделение, чтобы примерно увидеть, как это выглядит. Также вы можете добавлять какие-то более интересные формы, допустим. Но это уже будет посложнее. Тем самым вы делаете какие-то элементы. Также вы можете, допустим, убрать эту вещь, которую мы сейчас с вами сделали. И просто, например, выделяем наш лайн, нашу букву. Прыгаем на другой слой. Создаем пустой слой. И берем, например, здесь у нас будет какой-то маркер. Либо браш какой-то. Тут на самом деле очень много настроек кистей. Поэтому тут смотрите полностью сами. Тут вы можете вручную прорисовать какие-то такие вот линии, разные черточки и так далее. Поэтому с этим вы тоже можете поэкспериментировать, поиграться. И таким образом мы с вами стилизуем все остальные буквы. Отрисовываем. Делаем какой-то контур. Все. В принципе, процесс того, как векторизовать Pentose и обычной мышкой, я думаю, вам понятен. Поэтому экспериментируйте, пробуйте. Программа на самом деле много имеет в себе крутых функций, которые очень помогут вам в том, чтобы сделать работу более крутой. Спасибо за все эти четыре дня, которые вы были вместе со мной. Надеюсь, вы задержитесь на моем канале чуть дольше, чем эти четыре дня. И будете принимать активное участие в развитии моего канала. И в частности, моих обучающих видео. Надеюсь, вам это очень нравится. Пишите о том, что бы вы хотели, чтобы я добавил на свой канал в комментариях. Ну а на этом все. Большое спасибо за внимание. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Зовите своих друзей. Подписывайтесь. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok